Авария случилась. У нас что получилось? Сережа, покажи карман. Дырка или ты его перевернул? Нет, расстегнул. Расстегнул и семечки высыпались. А Марсик, как обычно, где-то. Марсик, да он со мной сейчас ходил. Марсик, он же всегда его Серега подкармливает. Марсик, быстро глянь. Смотри, сколько семечек. Взяточник. Он же всегда, когда Серега приходит на работу, он сидит и смотрит, пока ему Серега не даст пару семечек, он от него не отстанет. Я уже это заметил. И тут друг прозевал такую шабашку. Довольны? А этих отогнали. А я часто наблюдаю, Серега переодевается там, ну или приходит на перекур. Он уже... Сколько не куришь, Сережа? Долго, год уже. 16 числа год будет. А курил долго, да? С 8 лет. С 8 лет. Так что ты пожелай нашим подписчикам, многим бросить курить там, как есть такие. Знаешь, у нас даже во Франции живут и курят. Татьяна живет. Я одно могу сказать только. Не верьте никому. Вот эти вот книжки. Захочет человек броситься. Ну, это да. Ну, книжки помогают, конечно. Хотя я бросил первый раз по книжке, а второй раз бросил просто из чувства убеждения все. Думаю, зачем мне это нужно? Зависимость, кашель постоянно утром. Ну, много чего. Тянешься к этой палочке, блин. Тянешь в себя, в никотин этот. Вот, Лирик же бросил курить. Курил уже поначалу. Когда маленький был. Ну, и то, и он бросил. Это вообще не начинало никогда курить. И вы не начинаете. Так, ну что-то. Ладно, Сережа пойдет туда. О, Лирик, ты какой стал. Бодренький. А курил толщенький был, маленький был. Вот такой был, вот. А бросил курить. Лирик и тебе тоже. Ой, ему семечек досталось. Уйди. Опять Марсик-лопушок не досталось ему. Блянь, на тебя опять смотрит. Ну что, дай ему хоть одну семечку. На тебя взял, на. Вот так каждый день требует выкуп. Он говорит, не пущу в сад, пока не дашь мне семечку. Лирик, а это у тебя что, стул безопасности? Это такая импровизированная будка у него. Так что тогда делать так, не не исключение.